Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRassetInfo. Перед нами устройство Samsung Galaxy A52s. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне настроить экран блокировки. То есть мы поставим на него пароль, мы поставим на него или же графический ключ, или пин-код. Плюс к этому мы еще установим разблокировку по лицу и отпечаток пальцев. Все это делается через настройки, конечно же. В настройках мы листаем вниз до пункта «Экран блокировки», нажимаем на него и выбираем тип блокировки экрана. У меня на данный момент стоит незащищенный тип блокировки экрана, то бишь проведите по экрану, у меня нет никакой защиты. Давайте я себе выберу рисунок, это средняя безопасность, но это самый удобный вариант. Рисуем какой-то рисунок дважды, или вы можете выбрать пин-код или пароль, то есть абсолютно на свое усмотрение. Дальше мы выбираем настройки уведомлений на заблокированном экране. Здесь мы можем включить или выключить уведомления на заблокированном экране. Также я советую вам скрыть здесь содержимое. Тут я себе обычно выбираю сведения, мы можем здесь еще настроить, выбрать прозрачность и так дальше. То есть здесь абсолютно все на ваш вкус. И нажимаем «Готово», нажимаем «Принять». Нам предлагают войти в Samsung аккаунт на случай, если мы забудем пароль, чтобы мы смогли восстановить наш телефон. И этого делать не буду, вам советую сделать. Дальше мы переходим уже к пункту «Биометрия и безопасность», чтобы сюда добавить свое лицо и отпечаток пальцев. Давайте начнем с лица. Нажимаем на пункт «Распознавание лица», вводим пароль, который мы только что создали, в моем случае это графический ключ. После этого мы нажимаем «Продолжить», но перед тем, как это делать, мне нужно вам рассказать несколько вещей. Во-первых, распознавание лица – это не такой безопасный вариант, как, к примеру, отпечаток пальца или пароль обычный, потому что ваше лицо можно подделать с помощью фотографий с вами или с помощью видео с вами. Также плюсом к этому, если у вас есть какой-то брат-близнец, к примеру, то он сможет разблокировать ваш телефон, так как данное устройство не сможет различить ваши лица. Плюсом к этому, если вам не важно, что ваш телефон не настолько безопасный, то перед тем, как сканировать, вам нужно убедиться, что вы находитесь вместе с хорошим освещением, никогда не сканируете свое лицо где-то в темноте или наоборот на улице при сильном солнце, потому что в любом варианте ваше лицо будет просканировано, да, но в будущем разблокировка по лицу будет работать намного медленнее, чем она могла бы, поэтому советую вам сканировать лицо при обычном таком комнатном хорошем освещении, то есть не слишком темно и не слишком ярко. Плюсом к этому уберите все со своего лица, то есть желательно, чтобы у вас на лице не было ни волос, ничего больше, и после этого только нажимаем продолжить. Если вы носите очки, нажимаете да, тогда вам предложат просканировать два варианта своего лица, один в очках, один вариант без. И нажимаем продолжить. Дальше показываем в этом квадратике свое лицо. Это занимает обычно секунду. Лицо было просканировано и нажимаем выполнено. Дальше у нас есть некоторые настройки распознавания лица. Здесь мы можем включить или выключить разблокировку с помощью лица. Также мы можем включить или выключить пункт оставаться на экране блокировки до проведения. Смотрите, что этот пункт делает. Сейчас, когда телефон видит мое лицо, он остается на экране блокировки, чтобы мне выйти с экрана блокировки. Мне нужно еще дополнительно свайпнуть, кроме лица. Если мы зайдем сюда и уберем галочку, то теперь, когда телефон увидит мое лицо, он сразу же разблокируется. То есть, как вы видите, мне не приходится еще дополнительно ждать и еще дополнительно свайпнуть, что намного удобнее. Но таким образом вы теряете доступ к экрану блокировки. То есть, здесь вы уже выбираете настройку на свой вкус. А дальше мы переходим к отпечаткам пальцев. В отпечатке пальцев делается все тоже довольно-таки просто. Это быстрый способ. Убедитесь, что, во-первых, на экране нет защитного стекла. Но даже если у вас есть на экране защитное стекло, разблокировка по пальцу будет работать. Работает довольно-таки хорошо. Возможно, на несколько процентов медленнее, чем было бы это без блокировки, без экрана защитного стекла. Но все равно работает довольно-таки неплохо. Плюс обязательно перед тем, как сканировать лицо, протрите, сканировать палец, что я несу, протрите сканер отпечатков пальцев и протрите к этому же свои пальцы, потому что если есть какая-то грязь там или там, то в будущем отпечатки будут работать немного хуже. Нажимаем после этого продолжить. И касаемся к сканеру, который находится у нас под экраном. Касаемся много раз, то есть, когда у нас увеличивается здесь процесс, мы палец... процент, мы палец отпускаем и прикладываем другой стороной. То есть, нужно всегда прикладывать другой частью палец, не вот так вот просто нажимать на том же месте много раз, а всегда положение пальца меняем. Сканирование пальца занимает некоторое время, то есть, вам нужно прям каждый сантиметр пальца просканировать. Но в будущем эта функция будет работать очень даже хорошо. Мы с вами в конце видео протестируем каждый из вида блокировки, которую мы добавили. Плюсом к этому мы можем еще добавить один палец, два, то есть, сколько захотим пальцев, можем еще себе подобавлять, чтобы было поудобнее. Также мы здесь можем разблокировать отпечатки, плюс включить функцию всегда распознавать отпечатки. Таким образом, даже когда ваш экран заблокирован, мы ставим свой палец, и телефон разблокировался. Также давайте теперь еще проверим все виды разблокировки, то есть, что у нас. У нас здесь графический ключ, который отлично работает, распознавание по лицу, который отлично работает, и плюс распознавание отпечатка пальца. Прикладываем палец, и телефон разблокировался. То есть, у меня сейчас, как видите, если вы видите, конечно же, на телефоне присутствует защитное стекло, но даже несмотря на это, телефон буквально за секунду разблокировывается от моего пальца. И на этом моменте мы будем уже заканчивать больше видеороликов о данном устройстве, всякие его секретные фишки, функции и так дальше. найдете у нас на канале. Плюсом к этому, если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете задавать их в комментариях. Мы очень часто отвечаем на вопросы. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!